МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Дефакто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала и происшествия Гомельской области расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Вот главные темы. Один заезд, один погибший. В речице аттракцион катания на автомобильной камере закончился смертью подростка. Общистил иномарку, но все же наследил. В ветке милиционеры задержали опасного рецидивиста. Беги или умри. Новый интернет-забава подростков. Почему родители забили тревогу, а правоохранители пока не видят поводов для опасений? Очередные так называемые покатушки на привязи по зимним заснеженным дорогам закончились трагедией. 12 февраля около 15-20 житель Речицы прицепил при помощи буксировочного троса к своему автомобилю Ford Focus камеру от грузового автомобиля МАЗ и катал на ней по заснеженной дороге двух несовершеннолетних 99-го и 2000-го годов рождения. На шине находилось два молодых человека. На закруглении дороги влево произошел съезд, так скажем, шины на правую по ходу движения транспортного средства в обочину, далее в кувет, где произошел контакт с растущими деревьями. В результате ДТП одного из подростков в тяжелом состоянии доставили в Речицкую районную больницу. За его жизнь сейчас борются медики. Второй от удара погиб на месте происшествия. Экспертиза показала, что в результате удара молодой человек получил несовместимые жизнью повреждения, которые выразились в переломе позвоночника в шейном отделе, множественных переломах ребер с повреждением легких и разрывах печени. Водитель был абсолютно трезв, имел водительские права и стаж вождения два года. Причиной трагедии, по мнению следователей, как и в аналогичном случае, произошедшем всего два месяца назад в Чечерском районе, стала в первую очередь беспечность молодых людей, катавшихся на привязи по скользкой дороге на большой скорости. В то же время в обоих случаях водители прекрасно понимали, что нарушают правила дорожного движения и правила буксировки. В отношении 20-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Сходил на дело, сбыл украденное и уснул с чистой совестью, полагая, что не оставил на месте преступления следов. Вот только сон ретизивиста прервали правоохранители. Подойдя к своему автомобилю, припаркованному у южных ворот Ветковской центральной районной больницы, хозяйка обнаружила, что кто-то обчистил ее машину. Украл аккумулятор, проигрыватель, динамики и инструмент, пока она была на работе. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Вся прилегающая территория была покрыта снегом и наледью. Поэтому поиски вещественных доказательств, которые бы способствовали установлению личности преступника, были сильно затруднены. Однако, несмотря на сложности, эксперты сумели обнаружить и следы взлома, и следы биологического характера внутри салона автомобиля. Биоматериал был направлен для выделения генотипа преступника и постановки на генотипоскопический учет. Были установлены генетические характеристики неизвестного лица мужского генетического пола. Полученные данные исследования ДНК переданы в автоматизированную идентификационную систему. В конце декабря 2016 года экспертами Государственного комитета судебных экспертиз было установлено совпадение генотипа с генетипоскопическими данными взрослого мужчины, жителя ветки, ранее судимого за изнасилование. Оперативникам не составило большого труда разыскать подозреваемого. Подозреваемый был допрошен. Значит, подтвердилась его причастность к совершению данного преступления. Подозреваемый уверенно показал лица совершения преступления и пояснил, что да, действительно он совершил это преступление. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса» управления госавтоинспекцией продлится до конца этой недели. О том, что с собой представляет акция, наш следующий сюжет. С начала 2017 года на территории Гомельской области по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. В рамках акции с водителями транспортных средств проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В рамках проведения данного мероприятия сотрудниками госавтоинспекции будет применяться гласный и негласный контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками. Также будут применяться приборы фото и видеофиксации. И основной акцент будет направлен на соблюдение правил обгона, а также маневрирование. Обгон самый опасный из всех существующих маневров. Он в одинаковой степени представляет угрозу и для водителя, который его совершает, и для остальных участников дорожного движения. Рискованный выезд на полосу встречного движения приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Чаще всего это лобовые столкновения, в результате которых транспортные средства получают механические повреждения и не подлежат восстановлению. Водители и пассажиры в транспортных средствах получают тяжкие телесные повреждения вплоть до летальных исходов. В 2016 году на исполнение у экспертов нашего управления поступило более 50 материалов, связанных с данными дорожно-транспортными происшествиями. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения. Гомельские милиционеры задержали вора, который долгое время держал в напряжении индивидуальных предпринимателей и мелкие частные предприятия Центрального района Гомеля. На протяжении последних двух лет в центре Гомеля то и дело совершались кражи из офисов частных фирм и кабинетов предпринимателей. Милиционеры поняли, что все эти набеги совершает один и тот же человек. Слишком уж похож был почерк преступника. Удавшихся попыток ограбления было множество. И практически всегда злоумышленнику удавалось выходить сухим из воды. На месте преступления он не оставлял ни зацепок, ни следов. И все же милиционеры не теряли надежды на то, что вор допустит ошибку. Для этого устраивались целенаправленные рейдовые мероприятия, шла активная работа с предпринимателями. Ночь на 11 февраля в поле зрения сотрудников милиции Центрального РУВД города Гомеля попал 42-летний, житель областного центра, который в 3 часа ночи пытался светить фонариком в одно из окон. Поведение свое правоохранителем он не смог объяснить. И было принято решение доставить в районный отдел милиции для дальнейшего разбирательства, в ходе которого были выяснены интересные факты. Мужчина совершал кражи из офисов частных фирм и предпринимателей Центрального района города Гомеля. К объектам своих краж он подходил очень тщательно. Выбирал только те, где отсутствовала охранная сигнализация, видеонаблюдение, а также стражевая охрана. На сегодня достоверно можно говорить о его причастности к 10 подобным кражам. В ходе обыска по месту жительства удалось найти в подвале целый склад вещей и ценных предметов. Мужчина воровал все, что попадалось под руку. Компьютерную и офисную технику, спиртное, продукты питания и строительный инструмент. Сейчас имеется около 250 наименований изъятых у задержанного товарно-материальных ценностей, которые будут проверяться на предмет хищения. Есть уверенность, что удастся доказать причастность гомельчанина к гораздо большему количеству аналогичных преступлений. Совместная работа милиции с Гомельским городским отделом Следственного комитета по расследованию данного уголовного дела продолжается. Зима в этом году действительно похожая на зиму. На улице долго не тает снег, а температура воздуха то и дело достигает значений ниже 10 градусов по Цельсию. В связи с этим смотровые комиссии активизировали свою работу. Каждый четверг в составе сотрудников милиции, центров социального обслуживания населения, представителей Добровольного пожарного общества и МЧС они посещают сотни домовладений в Гомельской области с целью выявить нарушение правил пожарной безопасности помочь одиноким и пожилым людям их устранить, чтобы предотвратить беду. Пенсионеры на особом контроле наблюдателей. Ведь именно они входят в первую группу риска. Только за последнюю неделю в регионе на пожарах погибли 4 пожилых человека. Сразу трое в Наравлянском районе и один в Рогачевском. Смотрите внимательно. У вас вот тут разваливается уже печь, видите? Это я деточка. Это же я дрова так клала, дровы толстые, зацепила, и она все вывалилась. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – приоритетное направление деятельности субъектов профилактики. В холодное время года оно приобретает еще большую актуальность. Когда на улице мороз, то из-за более активного использования людьми отопительных приборов количество пожаров в среднем увеличивается вдвое. Наблюдательные комиссии не только обращают внимание на нарушения, но и устанавливают в домах малоимущие категории населения пожарные извещатели. Перед началом отопительного сезона это нужно делать всем жильцам, прочистить дымоходы, посмотреть печь, оштукатурить, побелить. Почему? Думают, вот побелка это для того, чтобы красиво было. Нет, это для того, чтобы было видно трещина, потому что дым он сразу виден, где черненькая, сразу, а значит там трещина, значит надо смотреть и сделать термон данной печи. В случае, если в домовладениях выявляется нарушение, а граждане не в состоянии самостоятельно выполнить данные мероприятия или устранить, то нашими службами, а также субъектами профилактики назначаются лица, то есть, то есть, то же самое Центр социального обслуживания направляет своих работников для того, чтобы оказать помощь, например, наносить дров, опять же, с доставкой дров, тех же самых, выполнение каких-либо работ, то есть, тот же самый печной лист или штукатурить печь. Представители правоохранительных ведомств и субъектов профилактики прокомментировали слухи об опасном хобби подростков «беги или умри» так называется интернет-игра, информацию, которую распространяют в социальных сетях пользователи с целью максимального репоста. Суть развлечения заключается в исполнении смертельных заданий интернет-модераторов, которые чаще всего призывают подростков сделать экстремальное селфи или перебежать дорогу движущемуся автомобилю. Новость о подобных смертельных забавах подростков уже привела в ужас родителей. Наши корреспонденты попытались разобраться, что это. Группа самоубийц, очередной фейк с оттенком черного пиара или настоящая угроза. Тот факт, что такая игра уже существует в интернет-пространстве Беларуси, пока не подтверждают ни правоохранительные ведомства, ни субъекты профилактики. Однако в интернете родители уже забили тревогу. Дело в том, что присоединившись к такой группе, подростки оказываются в буквальном смысле слова на волоске от смерти. Сначала модераторы пабликов путем активной переписки воздействуют на мировоззрение детей, а потом заставляют их рисковать жизнью. Перебежать дорогу перед транспортом наиболее популярное из опасных заданий. Наверное, не попадают под влияние этих групп не только потому, что они имеют какие-то проблемы, но также потому, что дети, по сути, достаточно внушаемые. Страх наводит большое количество видео ВКонтакте и на Ютубе. Сначала такие опасные игры появились в России, затем информационный вброс произошел в Казахстане. О данных группах там заговорили все местные СМИ. А теперь слухами полнится и Беларусь. С нашей стороны будет предпринят ряд каких-то мер. В первую очередь это профилактических, разъяснительных, потому что мнение людей разделилось. Некоторые говорят о том, что не надо заострять внимание, потому что это будет примером для подростков. Но мы считаем, что эту работу надо провести среди родителей, чтобы они были внимательны, чтобы они были аккуратны. И если они доверяют своим детям, провести с ними просто такую профилактическую беседу. В переходном возрасте психика подростков наиболее уязвима. Поэтому в зоне риска молодые люди, которые остро переживают личные эмоциональные потрясения. Особенно в ходе конфликтов с друзьями и близкими людьми. Вспоминается один случай, когда ребенок получил учебники и его племянникам рисовали их. И он говорит, что мне делать? А мама говорит, иди повеситься. Он пошел и повесился. То есть какой-то миг, когда ребенок готов это совершить и какое-то неосторожно сказанное слово, оно, конечно, может привести к таким последствиям. По официальным данным, за прошлый год в Гомельской области попытались самостоятельно уйти из жизни 23 подростка. Пятеро достигли цели. Однако трагедии можно было избежать. Во всех случаях детям не хватало внимания со стороны родителей. Поддержки и уверенности, что их всегда выслушают и поймут. Это была программа «Де-факто». Берегите себя и близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова